Несёшь какую-то чушь. Они поддерживают всё, даже Slim'ку нынешнюю ещё пару лет. Если One X по мощи будет тянуть, они и будут поддерживать, так же, как и новая S ко все игры. У тебя там в голове восьмое поколение, они смотрят на технические характеристики, а поддержка будет пока тянуть, вообще всю инсталл базу будут тащить до последнего. Понос словесный. Ни единому твоему слову не верю насчёт Xbox One X, это всё полный бред. Xbox One X не умрёт, ещё там достаточно дури, и вообще ещё S ко актуально и неплохо держится. Очень глупо говорить в наше время о поколениях, их уже нет. Ты уже затрахал Хуан Икс хоронить. Даже та же GTA сначала на старое поколение, а через годик только на новое. В последнее время такие глупости месишь. Уверен, что X-версия бокса будет входить в линейку нового поколения, запаса мощности хватает. Долб***ь, ты её берёшь на будущее, через года два выкинешь свой Xbox One S, а этого хватит на лет так 6-8, 60 фпс в 4к. Вот это нужно для комфортной игры. Всё зависит от разрабов, а не ебаные вырви глаз 30-25 фпс. Всё догадки, вообще ничего не достоверно, просто мысли. Зачем делать эти видео, если это просто твоё мнение, в котором вообще ни капли реальности, а просто догадки. Ты только других путаешь, ещё и советы раздаёшь, не стоит покупать Xbox One X, потому что может быть, я так думаю, или просто догадываюсь, она будет неактуальна. А Вася Пупкин думает, что она будет актуальна ещё 5 лет, а Xbox One Fat просто перестанет поддерживаться новинками, как Xbox 360-й. Извини, Мася, видос ни о чём, догадки, мечты. Да, Вася Пупкин-то походу был неправ. И это ещё малая и более-менее спокойная часть комментариев по поводу моих рассуждений. Но самое странное в этом то, что, высказывая своё аргументированное мнение, я ещё получал в ответ агрессию и оскорбление, что, мол, я такой, секой, мои мысли это бред, я несу откровенную чушь. Кстати, при этом, ничего не имею против, кто спокойно высказывал свои мысли и приводил свои аргументы без капли наезда. Таким ребятам респект. Но, к сожалению, многие мне не верили, а я всё же оказался прав. К сожалению, Xbox One X официально устарел вместе с Xbox One Fat и Xbox One S. Теперь мне очень интересно посмотреть, куда делись те агрессивные умники, которые с пены у рта заявляли, что One X потянет абсолютно все новинки, и при этом что-то там говорили в мою сторону. Да, привет, ребят, с вами, как всегда, Джабу Макс, и сегодня мы обсудим данное событие. Ни для кого не секрет, что One X это самая мощная консоль восьмого поколения, которая славится своими шестью тарафлопсами. Многие из тех, кто не очень сильно разбирается в консолях, или те, кто считали мои рассуждения бредом, и при этом, слушая других, кто вообще не аргументировал своё мнение, а лишь успокаивал другую сторону этой ситуации, купили Xbox One X в надежде на то, что эта версия консоли чудесным образом сможет тянуть новинки в следующее поколение, ведь консоль всё же мощная, и как раз-таки из-за своего железа потянет все новые игры, которые выйдут на Xbox Series X. Данную теорию поддерживали слухи, а также заявления майков о том, что они будут поддерживать старые консоли ещё около двух лет. Проблема во всём этом, что многие не понимали высказывания и опять же накручивали себе мега-крутые ожидания. Мол, много тарафлоп, значит всё будет замечательно. Майки так поступить не могут, и они не выкатили бы такую мощную консоль под закат поколения. Но, как вы все знаете, смогли. Если же смотреть на эту ситуацию по факту, то с Xbox Insight, вернее после него, стало официально известно, что уже есть анонсированные игры, которые выйдут только на Xbox Series X, и эти игры уже не выйдут на консоли Xbox One, в том числе и на Xbox One X. И да, если что, это не совсем какие-то там новые игры, которые One не потянул бы. Просто они, видимо, делались только под новые поколения. В принципе, это было предсказуемо, поскольку консоли – это не ПК, и они, повторяюсь какой раз, поделены по поколениям, и их возможности, несмотря на их железо, блокируются именно сроком жизни поколения, к которому они относятся. Почему, собственно, это произошло? Опять же, из-за поколения. Несмотря на то, что X-версия имеет 6 тарафлопс, даже если бы она имела их целых 10, она всё равно относится к семейству консолей Xbox One. А как мы все знаем, через полгода данное поколение устареет, и на их замену придёт новое поколение, а именно консоль Xbox Series X. Надеюсь, что теперь после этого вы понимаете, что железо в консолях – это не самое главное. И несмотря на то, что железо всё ещё может тянуть новые игры, на старую платформу они могут просто не выходить. В принципе, у консолей всегда была такая тенденция, что старые консоли заменялись новыми. Но в данном поколении произошёл оригинальный случай, когда в середине жизненного цикла компания решила выпустить консоли мощнее и предоставить игрокам те возможности, которые не предоставляли им консоли, которые вышли на старте, а именно 4К-разрешение. Многие, глядя на это, очень сильно повелись и зачем-то себе навыдумывали, что One X – это новое поколение, ведь оно намного мощнее, чем предыдущая версия. Но оказалось так, что, по сути, вся мощь приравнялась в итоге к нулю по сравнению с новым поколением, поскольку некоторых игр уже официально не будет на эту консоль. Те, кто недавно купили X-версию или другой Xbox One, не спешите полностью расстраиваться, что вы зря её купили. Microsoft по-любому просчитал этот момент, и чтобы не кидать сразу обладатели консолей 8-го поколения, а особенно обладатели более мощной консоли, они приняли решение, что эксклюзивы Xbox Game Studio точно будут продолжать выходить некоторое время на старом поколении. К примеру, тот же Halo Infinite выйдет и на Xbox One, и на Xbox Series X. По такому принципу, игры от внутренних студий, опять же, по словам Майков, будут выходить ещё около одного или двух лет, но точно не вечно. При этом акцентирую ваше внимание, что Майк обещали так сделать только на игры от внутренних студий, то есть остальные уже сами решают, на какое поколение делать игры. Та же следующая батла уже не факт, что выйдет на старое поколение консолей. Та же GTA 6, которая на начальных этапах разработки с вероятностью 99% не выйдет на серию Xbox One. Если что, первой полноценной next-gen игрой станет Medium. Разрабатывает её команда, которую подарила нам Blair Witch. В игре нас ждёт два мира, обычный и мир духов. Главной героине – женщина, которая отправляется в заброшенный отель, чтобы разгадать тайны. Разработчик отмечает, что Xbox Series X даёт возможность создать бесшовный игровой процесс, в котором не будет экранов загрузки. То, собственно, очень важно для хоррора, чтобы погрузиться в атмосферу. По этой причине авторы выпускают игру только на консолях следующего поколения, так как текущие недостаточно производительны. Во многих случаях игрокам придётся переключаться между измерениями, чтобы избежать препятствий или решить головоломки. И если что, эта игра войдёт сразу же в подписку Xbox Game Pass. Короче, такая вот инфа. Но давайте вернёмся к консолям. При этой ситуации не думайте, что вся серия Xbox One просто пойдёт ко дну с выходом нового поколения и перестанет работать вообще. Нет. Такое произойдёт ещё очень и скоро, поскольку тот же Xbox 360 до сих пор прекрасно работает и даже иногда получает обновления. Серия консолей Xbox One также долго проживёт, но уже без полного списка новых игр для нового поколения. Так скажем, поддержка данных консолей пока никуда уходить не собирается. Просто в какие-то новые игры мы уже не поиграем на этих консолях. Если же в данный момент рассуждать, стоит ли покупать X-версию, то я бы этого не делал и подкопил бы лучше денег на новое поколение. Поскольку в новом поколении будет обратная совместимость, то, собственно, позволит вам играть во всё то, что вы смогли бы поиграть на Xbox One. Да и будут совершенно новые игры, которые уже на Xbox One вы бы не смогли бы поиграть. В любом случае, это лишь моё мнение и придерживаться я его не призываю. Думайте всегда своей головой, поскольку у всех разный бюджет и разные потребности. В данной ситуации, на мой взгляд, Xbox One X идеальным решением был бы лишь для тех, кто не играл в игры нынешнего поколения, и те, кто хотят увидеть 4К разрешение, и те, кто не особо хотел бы тратиться на новое поколение и не гонится за новинками. Но опять же, не стоит забывать, что при этом выборе в некоторые новые игры вы уже не поиграете. Поэтому, если вы хотите идти нога в ногу со временем с новыми играми, то Series X будет всё же лучшим вариантом. Если говорить в целом об Xbox One X, если честно, мне жаль, что её потенциал и её громкоговорящие 6 Тераплопс по факту остались не раскрыты, и в её период жизненного цикла, на мой взгляд, не вышло какого-то нереально крутого проекта, который бы и показал, для чего нужны 6 Тераплопс. Да, было true 4К разрешение и 60 FPS во многих играх, но сами проекты и их оптимизация, к сожалению, в большинстве случаев оставляли желать лучшего. Надеюсь, что благодаря поддержке эксклюзивами прошлых консолей, X-версия сможет показать крутые результаты в одном из будущих проектов. А что вы думаете насчёт Xbox One X? Пишите в комментариях. На этом, в принципе, всё. Такие вот новости. Если вдруг понравилось видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok